Музыка Здравствуйте, товарищи! Это у нас рубрика Сток И сегодня буду говорить про машину, которая в жизни, на мой персональный взгляд, оказалась куда более симпатичной, чем на фотографиях Это новинка, пусть и слегка подостывшая, новый Мерседес С-класс купе Вообще, компаний с более путанной классификацией моделей, чем у Мерседес, еще надо поискать и вряд ли удастся найти, на самом деле Потому что все эти аббревиатуры, мне кажется, от них устали сами мерседесовцы Недавно они принялись все дело как-то переименовывать, дабы упорядочить А казалось бы, С-класс купе, вроде бы все понятно А вот скажу я вам не совсем На мой взгляд, эта машина не является частью семейства С-класс, как бы она там ни называлась Потому что по целому ряду параметров, это совершенно отдельная модель Начать с цены Потому что С-класс купе дороже С-класса Если мы берем сходное по моторам, трансмиссиям и даже комплектациям версии, то оказывается, что двудверная машина на парочку, троечку, а то и четверочку сотен тысяч рублей дороже Это уже, знаете, важный фактор Следующий момент, кузов С одной стороны, да, тут угадываются очертания С-класса С другой, а что у них общего? Двери другие Крыша, очевидно, другая Задние крылья пришлось изобретать заново По сути дела, с нуля нарисованный автомобиль Новая модель фактически Кроме того, допустим, багажник Есть, кстати говоря, одна тайна, которую я для себя пока что не разгадал Потому что, смотрите, багажник тут с одной стороны приличный Кстати говоря, кнопок вроде бы тут нет никаких для его открывания Для открывания придумана нога Ну давай, что ж ты, я не знаю Слушайте, вот не хочет Сейчас еще раз махну ногой и на кнопку нажму Так Работает Итого Здесь у нас лежит куча всяческого барахла Если ее вытащить, то можно будет разглядеть весь объем Делать этого мы не будем Скажу просто 400 литров ровно Вообще, будь это не купе Мерседес То я бы, конечно, попридирался Потому что, скажем, вот этот высоченный порожек Он мешает грузить, а главное вытаскивать какие-то тяжелые вещи Потому что проем, он узковат Мог бы быть пошире, но он пал жертвой дизайна Потому что мало того, что фары сюда заходят Еще и вот эти элементы В общем, проем узковат Порожек высоковат Но это купе, все это не имеет значения Тем не менее Здесь 400 литров Мерседес С-класс седан 480 Куда они дели Еще 80 литров полезного пространства Вопрос, на самом деле, без ответа Потому что, если помните Даже С-класс версии седан Он, в общем, не является машиной Придуманной для задних пассажиров Там на заднем ряду откровенно тесно Но, скажу я вам, там настоящий Танцевальный зал На фоне задних сидений Купе Я туда сейчас даже не полезу Я там уже сидел Даже снаружи, можно обо многом догадаться Вот тут у нас заканчивается переднее сидение Тут начинается заднее Спинка переднего кресла Давит на колени Одновременно с ней Вот эта покатая красивая крыша Давит прямехонько на макушку И если ты все-таки умудрился Как-то повернуть голову в сторону окна То вместо окна настоящего Видишь вот такую узенькую бойничку И, в общем, понимаешь, что Ты чужой на этом празднике жизни Сидеть тут сзади Это, ну, фактическая пытка Во всяком случае, на фоне Пребывания в кресле водителя У нас версия C300 Мы все с вами помним времена Когда по индексу Мерседесовских моделей Равно как и BMW-шных, кстати Можно было с легкостью понять Что там у нее под капотом 300, значит, трехлитровый мотор Сейчас Ушли те времена Кстати говоря, смешная штука Ведь есть у нас Мерседес-Бенц Е300 Там под капотом 3,5 литра атмосферный двигатель C300 Нечто совершенно противоположное Потому что этот здоровенный Наряднейший капот Скрывает под собой Крохотулечку Он скрывает под собой Идеологию даунсайзинга Воплощенную В двухлитровом турбомоторе Который при этом Развивает 245 лошадиных сил Солидная, между прочим, мощность И на самом деле Вот эта система Обозначений Когда объем двигателя Был зашит в индекс-модели Она действительно устарела Потому что Даже в модельном Редуце-класса Аж три Двухлитровых Турбированных мотора Вот только один Развивает 184 лошадки Второй 211 А третий Гляньте-ка 245 Кстати говоря Своего рода Это пограничная модель Потому что Дальше начинаются Только версии АМГ Существенно более дорогие Существенно более мощные Кстати говоря Сразу Тут у нас Двигатель работает в паре С фирменной Семиступенчатой Мерседесовской Автоматической коробкой О которой чуть позже поговорим Когда поедем Посмотрите на фары И ведь понимаете Какое дело Сегодня кузов автомобиля Ну каким бы красивым Он не получился Он все равно создается Исходя из целого Миллиарда ограничений Светотехника В общем тоже Но тут как бы Больше свободы Понимаете У дизайнеров Есть возможность Фактически делать И стекла И пластика Такие вот Абстрактные скульптуры И вставлять К ним внутрь диоды Здесь кстати говоря Диодная техника Разумеется адаптивная Разумеется Она умеет Подсвечивать повороты И делать все на свете Но при этом Она очень красиво выглядит Вот так можно Подсесть к машине И долго-долго Тут все рассматривать Минут на 20 Хватит И будешь постоянно Находить для себя Что-то новое Фары здесь Но без преувеличения Произведения искусства Вообще машина красивая Машина эффектная Кстати говоря Еще одна фишка есть Потому что С-класс Так уж исторически Сложилась Он визуально Похож на Несколько уменьшенный С-класс И вот поэтому Обладатели таких Автомобилей Они получают машину Которая Издалека Неопытному глазу Очень сильно напомнят Купе С-класса Вот только Купе С-класса Стоит в разы дороже Но если говорить О деньгах То эта штука Далеко не грошовая Потому что Вообще С-класс Купе Цены на него Начинаются От 2,5 миллионов Это за версию С-180 Которая 150 сильная Такая машина Минимум 3 миллиона А уж цены На опции Для Мерседеса Это отдельная песня Ты смотришь На эти цифры И начинаешь плакать Так что давайте О деньгах Больше говорить не будем Остановимся на том Что это просто Очень дорогая штуковина А лучше поедем Покатаемся Итак Поехали кататься Давайте-ка начнем С салона Потому что В комментариях Вы нередко просите Поподробнее Про салон Ну хорошо Салон так салон А делка конечно Хорошая Потому что По правую руку От меня Дерево По левую Полированный металл Тут тебе кстати Говорит подогрев сиденья Вентиляция встроенная Торпеда чем-то обшита Скорее всего Это не настоящая кожа А кожа искусственная Потому что Под солнечными лучами С натуральной кожей Могут случаться Всякие неприятности Синтетика бывает Более устойчивой В этом плане Достаточно просторно Пусть не запредельно Но просторно Я сейчас сижу Несколько выше Чем привык Поэтому потолок Уже где-то рядом с головой Тем не менее Усесться можно Практически При любом росте Будет нормально Обратите внимание На гриле динамиков Это же понимаете Ювелирное украшение А не гриль динамика И это кстати Относится Ко многим Элементам интерьера Теперь та вещь Которая Цепляет меня лично Понимаете Штука в том Что мерседес Делают для людей В общем и целом В возрасте В чем это проявляется Покуда Многие другие марки Пытаются Взять Все кнопки Из салона Выкинуть их На помойку И запихать То чем они управляют Внутрь Меню мультимедийной системы Мерседеси не торопятся Повторять их опыт Они говорят Не-не-не-не-не Наш клиент Привык Делать все Как обычно Поэтому пускай У него будет побольше Кнопок И они правы Потому что Все это сенсорное управление Оно красиво выглядит В фильме Где Скажем Киану Ривз Играет главную роль Какая-нибудь такая фантастика Там все это крайне модно И красиво Или в миссии невыполнимо Тоже круто смотрится В жизни Сенсорное управление Намного хуже Чем обычные пластмассовые кнопки Само управление Происходит с помощью Вот такого пульта Который Поначалу вызывает Некоторые оторопи Ты не очень понимаешь Что с этим совсем делать Потом быстро привыкаешь И понимаешь Что мерседес Придумали Одну из самых Совершенных Автомобильных систем Для управления Мультимедией Тут бесчетное множество Систем безопасности То есть Есть система Слежения за разметкой Которая Кстати говоря Одергивает водителя Если он едет Куда-то не туда Машина следит За впереди Идущим автомобилем Паникует Очень по делу Кстати говоря Ну то есть Если вы водите Что называется Агрессивно То Она будет Часто выводить Сюда Такой знаете Красный треугольник Мол осторожно Врежешься Настройки кресел Кстати говоря Традиционно По мерседесовски Выведены на дверь Знаете Поначалу Об этом забываешь Что-то там Начинаешь искать Совать куда-то руки И только потом Ты понимаешь Ааа У меня же все сделано Удобно Вот Пожалуйста Не надо нигде Шебуршись Взял Что-то там настроил Ну вот Понимаете В чем дело Вообще Когда ты едешь В пробках Когда ты едешь Неторопливо Реакции на педаль газа Такие знаете Очень спокойные Машина не пытается Куда-то прыгнуть Она тебе не пытается Показать Смотри Как я могу Давай Сейчас мы Ах Прыгнем Нет Нет Никаких рывков Очень Такие знаете Интеллигентные Спокойные Реакции На акселератор Чтобы заставить Мерседес ехать Педаль Надо нажать И вот Даже буквально В пол нажатия Ты Уху 245 лошадиных сил Везут Что надо Потому что Динамика Ну хорошо Она не ураганная Но она очень приличная В чем кайф Немецких машин Так это в том Что если написано 245 лошадиных сил То ты чувствуешь Что их именно 245 И ни одной лошадкой Меньше Вот Мерседес Это ощущение дает Управление Приятное Вот я не возьмусь Судить Насколько оно Безупречно С точки зрения Гонщика В пятом поколении Но как Обычный водитель Я этим управлением В буквальном смысле Слово Наслаждаюсь Потому что Очень грамотно Подобрано усилие Потому что Машина С одной стороны Не ведет себя нервно А с другой Четко следует За рулем То есть Она делает то Что ты хочешь Есть такая Знаете Микроскопическая Задержка В реакциях Которая Нужна Именно Для того Чтобы Какие-то Микро Подруливания Нивелировать То есть Иначе Ты бы сильно Уставал В дальней Дороге Еще одна Интересная Вещь Это Динамик Динамик Селект Динамик Селект Наверное Правильно Вот такой Переключатель Тут у нас Который Позволяет Выбрать Между Пятью Режимами Есть Экономичный Комфорт Спорт Спорт Плюс Индивидуал Для тех Кто не знает Индивидуал Это такая Возможность Составить Свой Собственный Пресет То есть Условно Говоря Мотор Может Работать В режиме Там Экономичном Комфортном Спортивном Или Спорт Плюс Подвеска Тоже Скажем Система Старт Стоп Может Либо Работать Либо Нет Когда Ты Включаешь Режим Спорт Ты Включаешь Готовый Пакет Спорт Спорт Настроек В случае Индивидуал Ты можешь Руль Настроить Одним Способом Подвеску Другим А Мотор Третьим Именно Для этого Такой Режим Нужен Это Круто Что Круто Оно Не Нужно Это Режим Спорт Плюс Потому Что Вот Для Такого Автомобиля Одного Обычного Человеческого Спортивного Режима Более Чем Достаточно Вообще В Мерседесе Есть Много Таких Вещей Которые Добавили Ну Что Называется Лишь Бы Было Ярчайший Тому Пример Это Система Данной Об Автомобиле В меню Дай Мик Селект Потому Что Когда Ты его выбираешь И включаешь Спортивный Режим Тебе на экран Выводится Понимаешь Аж целая Гоночная Телеметрия Угол Поворота Колес Данные О работе Подвески Акселерометр То есть Продольное Ускорение Поперечное Ускорение Все это Красиво Нарисовано На экране Вот Шарик Показывает Как работают Все эти силы Которые Сейчас Действуют На машину Если мы Притормозим Он поползет Вперед Если Наоборот Нажмем На газ Он Вон Пополз Мы в повороте Вон он что рисует Это обычный Дорожный автомобиль Это не спорткар На нем Не будут ездить На трек Дни Он и для этого Зачем здесь Все это Вот чтобы Тот парень Который будет Вам показывать Машину На тест драйве Мог сказать А глянь Что тут еще есть И ты вроде бы Как Ох Какая фишка Ну и вроде Еще один плюс Копилку модели Ну для этого Я не вижу Ни одного Способа Реального Практичного Применения Для этой информации Тут еще есть Роскошная Система Кругового Обзора Вот сейчас Встану И покажу Вот она тут Понимаете ли Включаем Заднюю передачу И смотрим Буквально На автомобиль Сверху Кстати говоря Камера Работает Блистательно Без Преивеличения Блистательно Потому что Изображение Четкое Изображение Контрастное Изображение Прекрасное Днем и ночью Система Кругового Обзора Без Претензий Только Понимаете Глупость-то в чем Вот я сейчас Трогаю с места Набираю скорость И вот просто так Знаете Что называется Приколы ради Пытаюсь включить Эти самые камеры Он мне пишет Чтобы не отвлекать Вас от ситуации На дороге Изображение Во время движения Отключается Хорошо Но вот вся Эта телеметрия Она простите Не отвлекает меня От дороги От нее же Глаз оторвать Невозможно Когда ты рулишь И хочешь посмотреть Где там у тебя Какие ускорения И на какой интересно Угол повернуты колеса Ну нет в этом логике Понимаете Есть маркетинг И некоторая деланная Забота о безопасности Честно говоря Что касается прочего То в мультимедийной системе В принципе Есть все Что должно быть Вот странно Это все перечислять Понятно что Мультимедия Понятно что Радио Понятно что Навигация Мерседесовская система В моем личном рейтинге Вторая по удобству После BMW То есть Вот в автомобилях BMW Им как ни странно Удалось увязать Огромную систему Возможностей В очень логично Построенное меню Мерседес Близок к тому Но в BMW На мой персональный взгляд Все таки Получше Вообще Когда вкатываешься То понимаешь Что машинка На самом деле Действительно Очень дерзкая Я бы даже сказал Борзая Потому что На C300 Действительно Можно хулиганить Если хочется 245 лошадок Для этой цели хватит И режим спорт Тут в масти И подрулевые лепестки Пригодятся И настройки Подвески Очень неплохие Кстати Тут же Пневмоподвеска Это между прочим Мерседесовская фишка Потому что У похожих машин У автомобилей Такого же класса В общем то Пневмоподвесок Не бывает Это только немцы Штутверта Такую вот штуку Удумали В целом Машина Откровенно Кайфовая Тут спору нет Есть вещи Которые Вызывают вопросы У меня И возможно Вызовут их У кого-то еще Ключевой Недостаток машины Задний ряд сидений Который не то Чтобы отсутствует Но чертовски Неудобен Неприлично Неудобен Для машины Такой стоимости Тем более Для машины Которая называется Мерседес Второй пункт Плана Это Мультимедийная система В которой Иной раз Нетрудно запутаться Которой иногда Не хватает Быстродействия В которой Масса разных Возможностей Но пользоваться Ими не столь Удобно Сколь хотелось бы Опять же Есть где немцам Еще поработать А третий Недостаток Третий Недостаток Третий Недостаток Ребятки Это цена Но это К сожалению Вещь из той Сферы Которая Не подвластна Ни нам С вами Ни российскому Отделению Мерседес Ни даже Центральному Офису Мерседес Это уже Экономические Реалии С которыми Нам придется Смириться Ну что ж Машина мощная Машина красивая Машина быстрая Машина богатая Но знаете Что меня в ней Подкупает Характер Понимаете Пожалуй Что только Компания Мерседес Бенз Может позволить Себе сделать Прекрасно Управляемый Быстрый Мощный Автомобиль Который Не выпендривается Перед собственным Владельцем Потому что Потенциал Который Скрыт Вот там Под капотом Его еще Надо разбудить Вообще Это циклоскупе Белый и пушистый Во всех режимах Включая Спорт плюс Пока ты не утопил Педаль По настоящему Глубоко Вот это интересно Машина Не срывается С места При любом нажатии В пробке Никаких проблем Она не будет Дергаться Она будет все Делать правильно Вот по характеру Мерседес Напоминает Такого Знаете Старого Слугу В каком-то Фамильном Аристократическом Имении Какие знаете Бывают в фильмах Про британских Лордов Ну или в комедиях Если вспомнить Дживс и Вудстер Вот этот Особенный Аристократичный Спокойный характер Вот что Отличают Мерседесовские машины И в общем Надо помнить о том Что именно Компания Мерседес 131 год назад Изобрела автомобиль Кому как не им знать Как правильно Это дело делать В общем Я пожалуй Рассказал Все Что Знал Про эту Вещицу Поэтому Пришла пора И попрощаться Если понравилось Ставьте лайк Пишите комменты Не понравилось Тоже пишите комменты На этом все Счастливо 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 Счастливо